Спасибо всем, кто смотрит сейчас телеканал Атамикен Бизнес. Это прямой эфир программы «Время говорить». С февраля бизнесмены, занятые у нас в сфере обмена валют, будут работать по новым правилам. Вот такой подарок под Новый год они получили от Национального банка. Приняты новые правила. Я пригласил сейчас прокомментировать Арчина Галимбаева, главу Ассоциации обменных пунктов Казахстана. Также у нас на связи по телефону из Тимиртау Сергей Станович, владелец одного из обменного пункта. Я тоже его приветствую. Давайте, наверное, Сергей, с вас начнем. Во-первых, как вы оцениваете новые правила? И все говорят о том, что многие обменные пункты закроются, рынок будет переформатирован. Что скажете? К сожалению, реалии таковы, что последние изменения в постановлении прописывают практически всем обменным пунктам, за малым исключением поднять уставной капитал до 100 миллионов тенге. Я, честно говоря, не знаю, откуда взялась эта сумма. И наши попытки при встрече с представителями Национального банка каким-то образом обосновать ни к чему не привели. Вот 100 миллионов, потому что мы так хотим. Ну, сразу могу сказать, что это краеугольный камень, безусловно. Что у подавляющего количества обменных пунктов такой суммы просто нет. Так, у вас лично... Да, вот сколько у вас обменных пунктов, если у вас такая сумма? И не поставит ли это требование вас на грань банкротства? Нет, понимаете, речь о банкротстве не идет. Речь идет о закрытии. То есть, если у тебя нет таких денег, то ты просто сворачиваешь свой бизнес и уходишь искать другую работу. Поэтому тут как бы банкротство нам не грозит, потому что мы пользуемся только своими деньгами и ниоткуда их не привлекаем. В связи с этим я сразу бы хотел сказать. Вот на протяжении многих лет, когда обменные пункты функционировали в Казахстане, ни разу ни один обменный пункт не попросил помощи у государства. В отличие от банков. Банки постоянно просят их подкрепить, увеличить им капитал и так далее, и тому подобное. Просят постоянно каких-то, так сказать, поблажек и помощи. Ни один обменный пункт, ни один директор не попытался получить от государства какой-то поддержки. Мы работали, кормили достаточное количество людей. По вашим оценкам, скажите, пожалуйста, сколько у вас в Тимиртау закроется обменных пунктов? Сколько людей потеряют работу в связи с вступлением в силу вот этих правил? Я понял ваш вопрос. Тимиртау небольшой город. У нас порядка восьми действующих небанковских обменных пунктов. Ну, в каждом работает порядка, грубо говоря, от пяти до восьми человек. То есть это не считая охранников, не считая бухгалтеров и так далее. Ну, если, так сказать, всех сложить, работников, то, ну, наверное, получится около ста человек. И эти люди пойдут искать работу, ну, может быть, государство нам поможет с этим, то это они одним ростшиком пера, так сказать, выкинули нас из этого бизнеса. И, может быть, они нам теперь создадут новые рабочие места. Так вы все, вы свой обменный пункт закрываете, да, я так понимаю? Вот этот ответ. Потому что упорно Национальный банк не хочет слышать о наших проблемах. Скажите, да, Сергей, можно конкретный вопрос. Вы закрываете свой обменный пункт? Безусловно. Ясно. Давайте, оставайтесь на связи, давайте переходим сейчас к Арчину Галимбаеву. Это глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана. Я знаю, что вы, господин Галимбаев, отправляли несколько писем в Национальный банк и активно с ним работали. В принципе, там какой-то результат был. На встречу вам пошли. Давайте ваш комментарий. Здравствуйте. Да, действительно, Национальный банк пошел нам на встречу по некоторым вопросам, которые нас волновали. Но вопрос по уставному капиталу и вопрос по изменению режима работы, к сожалению, он остался без изменения. Национальный банк никак на него не отреагировал. И, как правильно сказал мой коллега, Национальный банк, получается, не обосновывает цифры 100 миллионов и 50 миллионов. Ну, видимо, потому что это такие красивые цифры, которые всем понравились. Но на самом деле для нас эти цифры очень болезненные. Многие обменные пункты в регионах прекратят свою работу из-за увеличения уставного капитала. А режим работы повлияет на увольнение кассиров, которые работали ночью, и охранников. Ну, сейчас, смотрите, вот у меня такие статистические данные. Если не так, поправьте меня. У нас на 1 декабря 2019 года числилось 2642 точки по обмену валюты. Это Forbes приводит такие данные. Половина, конечно, это даже больше банки, ну, там, с почты и так далее. Ну, вот сколько из них исчезнет? Как думаете? Ну, я не думаю, что банковские обменные пункты сократят количество своих точек. Речь сейчас идет о небанковских обменных пунктах. Небанковских обменных пунктов сейчас на данный момент порядка 700-800. Точную цифру, к сожалению, на сегодняшний день я вам дать не смогу. Но по нашим данным, по данным ассоциации, сокращение обменных пунктов по республике будет от 30 до 50%. Довольно серьезное, внушительное. Наверняка это как-то повлияет на рынок. Какие здесь прогнозы? И нам, обывателям, что вы можете сказать? Как это на нас повлияет? Понятно, что сейчас, наверняка, покупательская способность не такая высокая, как была раньше. Но, тем не менее, меняют валюты, когда летят на отдых, ну и так далее. То есть, для разных операций. Ну, сокращение обменных пунктов, естественно, негативно повлияет на рынок. Это и приведет к увеличению маржинальной составляющей. Также уменьшение режима работы приведет к каким-то, возможно, приведет к каким-то теневым рынкам. И не будем забывать о том, что много людей останется без работы в данное трудное время. Давайте послушаем, что говорит Назбанк. Все-таки они некоторый шаг навстречу сделали. Вот их позиция. Одинаковый размер уставного капитала на 100 миллионов тенге для всех небанковских обменных пунктов, вне зависимости от места расположения. Сейчас снижен размер уставного капитала для объектов, находящихся в поселках и небольших городах. До 50 миллионов тенге. Во-вторых, сдвинуты сроки введения этой нормы. Теперь для организаций, расположенных в городах республиканского значения, норма вступает в силу с 1 апреля этого года. В административных центрах областей и городах областного значения с 1 июля. Организациям, находящимся в поселках и небольших городах, требуется обеспечить уставной капитал в срок до 1 января 2021 года. В-третьих, ранее предусматривалось обязать обменные пункты иметь на счетах дополнительно 20% от суммы уставного капитала. Сейчас достаточно иметь сам уставной капитал, который находится на банковских счетах и или в кассе. Но это отменили, все, это нормально. Хорошо, они от этого требования отказались. Спасибо им и на этом, как говорится. Но опять же, правильно Горин сказал, Арчин сказал, прошу прощения, что почему цифра 100 миллионов, почему, откуда она взялась, на каких основаниях... Сейчас вы сколько, сейчас у вас какой, сейчас 20, да, по-моему, если не ошибаюсь, или 30 миллионов? Нет, 20 миллионов мы должны были положить в банк, просто на счет... Нет, 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 сейчас, сейчас вот не 100 миллионов... Когда закончится наличность, мы должны были пойти в банк и снять свои же деньги, при условии, что в течение трех банков в течение мы должны были восстановить опять. Но я еще раз говорю, вы не отказались из этого требования? Да, да, да. Спасибо на этот. Сейчас я имею в виду, что... Давайте вернемся к тем вопросам, которые остались и очень глубокими. Давайте, давайте. ...туда, где будут искать работу люди, уволенные и по состоянию на 1 июля, ну, не знаю, Арчин сказал, 30-50%, но, на мой взгляд, это цифра гораздо больше. И еще хочу сказать свое собственное мнение. Речь о каком-то либо упорядочении и так далее не идет. Государство хочет выписать частный бизнес по обмену валют с рынка. Это его прямая задача. И вот помяните мои слова, и, пожалуйста, запишите, если это возможно, что если все обменные пункты... Ни в коем случае не хочу их ни к чему призывать и отговаривать и так далее. Но те, которые останутся через какое-то время, получат более, еще более жесткие требования от государства. И тогда они вынуждены будут все равно закрыться. Потому что задача не стоит как-то легализовать рынок или упорядочить. Задача стоит выдавить частный капитал. Но государство не думает о своих людях. И это очень прискорбно. Давайте послушаем мнение экономиста. Вот смотрите, что он сказал. Я также попросил прокомментировать нашу новую реформу. Выведение Национального банка касается вне банковских обменных пунктов. И, к сожалению, тенденция будет на продолжение их сокращения или консолидации. Сейчас и так уже большинство обменных пунктов, это банковские обменные пункты, небанковские составляют меньшинство. Что касается правил работы, времени работы, то эта мера оправдана, в частности, как безопасностью, так и паникой, которая может возникнуть в случае каких-либо событий. Например, 19 марта прошлого года на фоне заявления о подставке султана Назарбаева был скачок курса, спровоцированный исключительно спекулянтами. И ночью люди покупали по завышенному курсу. Насколько я знаю, были курсы 395 и 400, даже выше 400 тенге за 1 доллар. На фоне того, что завтра может быть скачок курса. Скачка курса не было, люди проиграли, потеряли. Если бы ночью обменники не работали, такого бы не было. Другое дело, что, конечно, спрос будет рождать предложение. И, возможно, часть людей уйдет в серый рынок. Который будет работать круглосуточно. Что касается персональных данных, которые надо оставлять теперь. К сожалению, это общая мировая практика. Другое дело, как эти данные будут использоваться. Про это пока никаких сведений нет. Регулятор ничего не говорил. Самое, наверное, приятное во всем том, что сделан Натбанк, это в том, что он прислушался к мнению сообщества, когда это постановление только появилось. В нем были другие нормы. В нем были повышенные нормы к капиталу обменных пунктов, были повышенные нормы к достаточности капитала. Но в результате критики сообщества, экспертов, обсуждения, часть норм была исправлена, часть норм была снижена. И это говорит о том, что Натбанк прислушивается, и это все укладывается в концепцию слышащего государства, которое сейчас продвигается на всех уровнях. Это, конечно же, очень приятно. Такое мнение, господин Горинбаев, прокомментируйте, пожалуйста. Особенно в части консолендации. Может быть, это спасет игроков рынка? Согласен с предыдущим оратором. На моей памяти с 92-го года это первый случай, когда Натбанк идет на диалог. Натбанк слушает непосредственных участников рынка. Не просто слушает, а слышит. И вносит какие-то корректировки. Но не совсем, конечно, те, которые нам бы хотелось. В частности, по уставному капиталу и по изменению режима работы мы не получили достаточных таких нас устраивающих правил. И все осталось в том ключе, в каком представлял Национальный банк. Что же касается мнения моего коллеги по спекуляции курсов в ночное время, которые были на науры СД, как вы помните, то оставим это дело на совести наших коллег. И если человек хочет купить валюту даже по завышенному курсу, мне кажется, это его право. И не стоит в этом их ограничивать путем изменения режима работы. Интересное у вас мнение по поводу персональных данных. Давайте разберемся. Итак, сейчас будет требоваться удостоверение при покупке валюты, даже если там 50-100 долларов, плюс если сумма превышает 500 тысяч тенге, это уже вплоть до телефона, если я не ошибаюсь, и так далее. Что вы будете делать с этими персональными данными? Как они будут храниться? Не будет ли утечки? Безопасность? Совершенно верно. При любой совершаемой операции в данный момент, с 1 февраля точнее, при любой операции, независимо от суммы, будет истребоваться у клиента удостоверение личности для оформления его данных в упрощенном порядке, фамилии, имя, отчество и ИИН. А при суммах свыше 500 тысяч тенге ничего не меняется. То же самое, все те же данные истребуются в данный момент. То есть фамилии, имя, отчество, как вы правильно заметили, номер телефона и место жительства. Все эти данные хранятся локально в обменном пункте, в котором происходит операция, и никакой связи между другими обменными пунктами в данный момент не происходит. То есть бояться утечки информации по другим обменным пунктам не приходится. Но, естественно, остается человеческий фактор, естественно, остается риск, опасение. У нас база Центра избиркома по избирателям 11 миллионов человек в прошлом году всплыла в интернете. Вы представляете? Я совершенно с вами согласен. Я совершенно с вами согласен. Такое имеет место быть и может использоваться криминальными элементами в своих каких-то целях при сговоре с кассиром. Все идет в перевод этого бизнеса в банки. Ни о какой упорядоченности речи нет. Какой же это диалог? Банки контролируются группами определенными. И все это в их интересах. Это WhatsApp. Прокомментируйте. Я не могу вам дать развернутый комментарий. Но, судя по последним действиям и Национального банка в том числе, я соглашусь с этим комментарием. Хотя этот сегмент рынка для банков не совсем интересен, на мой взгляд. Сергей, вы здесь, с нами сейчас. Да, что вы думаете? Вот вы сказали, что все, вы прощаетесь со своим бизнесом. Я так понимаю, что это довольно серьезно. Ну, консолидация. Вот, например, экономист говорил о том, что... Да, объединиться с другими, внести эти 100 миллионов. Сейчас, ну что, разве так у вас не получится? Ну, вы понимаете. Вот я хотел тоже затронуть эту тему. Дело-то в том, что Натбанк требует 100 миллионов тенге на один обменный пункт. Как вы себе представляете консолидацию? То есть, грубо говоря, у меня одна ТО, у моего партнера ТО. Мы с ним консолидируемся, складываем капиталы. Грубо говоря, у него 100 миллионов тенге, у меня 100 миллионов тенге. У него один обменный пункт, у меня один обменный пункт. Ну и все, опять как бы... А то, что вы хотите предположить, что, допустим, сливается два капитала в один, ну, грубо говоря, по 50 миллионов возьмем. И, ну, вы понимаете, это будет лебедь, рап и щука. Потому что будет, допустим, два хозяина этого обменного пункта, и одного одно видение, так сказать, текущего курса, и что нужно делать. У другого другое. И, ну, ничего пунктного из этого не получится. И я вам больше скажу, ну, Тимиртау небольшой город, с населением порядка 150 тысяч человек, и, соответственно, обороты у нас тоже маленькие. Ну, у меня 50 миллионов даже нету, чтобы кому-нибудь предложить консолидироваться. Поэтому, к сожалению, ну, так сказать, при нынешних условиях вопрос закрытия однозначен. Да, господин Гренбаев, подключайтесь, пожалуйста. Нам пишут наши телезрители, так, вот такая позиция. Да что вы переживаете, у народа уже нет денег, которые можно было бы поменять и отложить. Так, выживают все-таки более крупные игроки в этом рынке, в этом бизнесе. Им проще, потому что уже и клиенты наработанные. Но пока особой поддержки что-то я не вижу от наших телезрителей. Ну, опять же, я с этими комментариями согласен. Выживает сильнейший, но надолго ли? Если крупные игроки этого рынка считают, что они останутся сейчас на плаву за счет того, что мелкие обменники закроются, то, на мой взгляд, это такое мнение ошибочное. Ну, я так лично думаю. Хорошо. Как дальше будет развиваться ситуация? Ну, мы немножко уже и обсудили, но тем не менее. У вас какие-то надежды есть? Все-таки у вас диалог с Назбанком, с регулятором идет, наверное, до сих пор. Ваши прогнозы? Ну, судя по последним поправкам, они уже приняты. Ничего это изменить нельзя, к сожалению, на данный момент. Теневой рынок у нас появится? Вот эти вот валютчики, которые были у нас в 90-е, как вы думаете? Вы знаете, сейчас услуга обмена валюты в вечернее время достаточно-таки востребована, как показывает практика, как показывают круглосуточные обменные пункты. Я думаю, спрос никуда не уйдет, а поскольку предложения со стороны официальных обменных пунктов не будет, то появится предложение, ну, дальше вы фразу можете продолжить. Спрос рождает предложение. Так, еще нам пишут, ВКО реально работает до 40 миллионов тенге. Почему не на ТО, а на каждый пункт? Ну, вот тоже справедливо, видимо, тоже владелец обменного пункта, подключается к нашему диалогу. Вот мой коллега еще говорил, что для них сумма достаточно неподъемная. Причем речь идет не о 100 миллионах тенге, а о 50 миллионах тенге, если я не ошибаюсь, для Сергея. То есть даже 50 миллионов тенге в небольших городах – это очень неподъемная сумма на данный момент, которая оставляет многих людей без работы и заставляет обменные пункты закрываться. Спасибо большое. Это был Арчин Галимбаев, президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана. Я напомню, что с 1 февраля у нас будут новые правила игры на этом рынке. И вот Сергей Станович, владелец обменного пункта из Тимиртау, сказал, что он закрывается, к сожалению. Ну, я надеюсь, что все-таки вас услышат, представители вашего бизнес-сообщества, и что-то может поменяться. Надежда умирает последней. До свидания. Наша программа на сайте inbusiness.kiz